ТЭЦ в городе Кентау намерены полностью отремонтировать за счет Министерства энергетики и финансов. Такое поручение сегодня в ходе своего рабочего визита в Туркестанскую область дал премьер-министр Олжас Бектенов. Теплоэлектроцентраль на сегодняшний день изношена на 87%. Поэтому в городе уже запустили в действие проект по реконструкции объекта. Глава Кабмина также посетил местный трансформаторный завод, чья продукция обеспечивает электротехническим оборудованием не только казахстанские, но и зарубежные рынки. Теплоэлектроцентраль в Кентау ремонтировали последний раз 10 лет назад. Стратегический объект города, построенный 90 лет назад, обеспечивает теплом жителей, в буквальном смысле работая на износ. Оборудование тут изношено уже на 87%. Еще чуть-чуть и ТЭЦ просто не выдержит. Допустить это по понятным причинам ни в коем случае нельзя. В городе уже разработали проект по реконструкции шести котлов. Ранее за счет спонсоров тут уже отремонтировали четыре котла и тепломагистраль. Еще четыре полностью обновляются. На двух котельных работу начнут в апреле этого года. Завершить их нужно до конца 2025 года. За стабильную работу ТЭЦ, особенно на фоне масштабных аварий в других городах, чиновники сейчас отвечают своими креслами, а потому спрос за исполнение жесткий. Олжат Бектенов поручил отремонтировать ТЭЦ, в том числе за счет средств Министерства энергетики и финансов, так как тариф не позволяет провести масштабную реконструкцию. С обстановкой на месте ознакомился премьер и на градообразующем предприятии Кентау в производственном цехе трансформаторного завода. Там выпускают силовые трансформаторы общего назначения и для электрифицированного железнодорожного транспорта, а также трансформаторные подстанции. 20 тысяч единиц продукции в год обеспечивают 700 рабочих. При этом 30% продукции экспортируется. Экспортируем продукцию в 13 государств, в том числе в Западную Европу, страны Центральной Азии. На заводе внедряем европейские технологии, чтобы повысить качество и конкурентоспособность продукции. Мощность отечественного производителя электротехнического оборудования нужно наращивать, отметил глава Кабмина. При этом необходимо модернизировать и цифровизировать тех операций. Здесь же Олжа Субъектенова доложили о развитии обрабатывающей промышленности и реализации инвестпроектов. Сейчас в Пуле на ближайшие 4 года 145 проектов больше, чем на 2 триллиона тенге. Они дадут работу почти 18 тысячам человек. Среди них проекты строительства заводов по производству серной кислоты, глубокой переработке кукурузы, планы по созданию хлопково-текстильного кластера. Кроме того, в регионе уже начали строить современное овощехранилище на 4000 тонн. Тимур Сапардос, Ханкурас, 24КЗ.